ПЕСНЯ Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты собрал нас сегодня здесь. Благослови нас на сие занятия, пребудь с нами, открой наш ум к разумению Писаний Твоих, Господи, чтобы нам в точности все исполнить и в итоге достичь желаемой пристани. Тебе за все слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Евангелие от Луки, 1 глава, 11 стих остановились. Вы начинаете так. Проходим новый завет по толкованию броженного фитиларха Болгарского, чтобы не начало все дорожание. Толкование блаженного фитиларха Болгарского, Новый Завет. Евангелие от Луки, 1 глава, 11 стих. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Толкование. Ангел является не всем, а чистым сердцем, каков был Захарий. Жертвенник по церковнославянский алтарь. Назван Кадильным, потому что был и другой алтарь всесожжений. Смотрите, 4 Евангелия, 3 называются синаптически, похоже. Матерь, Марк, Луко, Иоанн. Как бы на контроле держат один другого. Разница есть. Как бы противоречие. А на самом деле, легко это разбирается. В одном и написано, что два бесноватых было. А в другом евангелист говорит, что один. Так один или два? А почему написал один? Написал, а более сильный бесноватым, который кричал. Мы точно так же делаем. Мы с тобой идем. Двое, никого больше нету. Мы тут, два человека. Встречается нам пять человек. Из них ты ни одного не знаешь. А я знаю. Одного и очень хорошо. Это мой друг. Теперь будем писать, я об этом друге напишу. А ты? Встретились пять человек и пошел дальше. Я выделяю того, который наиболее важная персона. Из них, вот самый грамотный. Какой сказать, элудированный. Это Лука. Почему? Он начал собирать все евангелия, какие были написаны. Многие начали писать. То есть он знал их. Он систематизировал, смотрел. Что-то не принимал. Сам-то он не апостол. А те, что видели, то и писали. А он их не видел, он написал больше. Причь о Богащей Лазаре только он написал. То, что сейчас считают, только не Марк, не Матфейн, и то и написали. Почему? А они этого не видели. И не слышали. А у него перед ним лежали рукописи, какие в то время были. Значит, грамоты играет большую роль. А не так, а я верующий, мне не надо. Надо. Я не один раз говорил, деяние апостола, название деяния апостола. Что тут сказать? Шесть проповедей англо-танус говорит. На заголовках. В год смерти царя возле венения Господа, пророк Исаии 6.1. Шесть проповедей опять говорит. А на один стих. Ну, а ты бы мог сказать, я бы благодаря предложение только сказал, и все. Оказано, что за этим шло? Его биография. Какое отношение народа имело к царю? Почему пророчества? Вот это были от пророка Исаия. Запад деду нарушили. Нарушили? И благодать деда была от всей страны. А там были бабушки, дедушки, молились, и священники. И все, кончилось. Так они молятся. Бог перестал разговаривать. Молеты принимаются. Все. Бог перестал открытие делать. И в год смерти царя Озии, когда проказа эта сошла, тогда только появился правописай на арене снова и говорит, видел я Господа. А сколько я это не видел, не знаю. Но факт, что с момента, когда царь Озия, прокаженный, я был выселен за город. А он должен быть за городом. То есть и оглашенный должен быть. Поэтому сегодня в церкви практически проказой все покрыто. А оглашенных нет. Я священнику говорю, да вы что? Сегодня выполните, а я сам должен быть. Так уйди, покажи пример. Ну я правильно буду крестить, меня выгодят. Вот это пример будет. Тебя выгодят, другого народ заговорит. За что выгодят? Да батюшка, он правильно крестит. Как было в Румынии еще в шестке? Ничего нельзя сделать. Все знали. Диктатор, все по-другому. Священника с места на место передвинул, а он не пошел, народ не дал. Арестовать его спрятали. Стали людей хватать. У того-бы армии, у другого заговорили, армия поднялась. Все сбросили, сейчас шесток, если женой Еленой расстреляли, и все. А началось все со священника, которого с места на место передвинули. Ноги передвижены туда в стране, там масса. Мы все это так мимо проносим. А почему было не отъяснить? Вот эта ситуация, мы ее посмотрели, она заговорила с вами, кто такой Лука. Почему он так подробно это описывает? И вот это вот все послужило тому, что Иоанн Златоуст подсчитывает, когда это было. Он отдает предпочтение к отдельному жертвеннику. Почему-то его приносят к первому священнику. Дата эта была известна. А дальше уже искусственно. Он вернулся в эту ночь, и вот уже ночью лег спать с обеда, и в эту ночь защела она. Дата известная. Конечно, натяжек очень много, но хотя бы что-то. И мы знаем теперь, что Иисус Христа 7 апреля. А основано все вот на этом, вот это Иоанн Платоуст так делал. А можно мы провернуть? А зачем? Ну, привязка очень сильная, но недокотуемая. Поэтому неизвестно, что он для освящений. Неизвестно, что вернулся он в этот день домой. Неизвестно, что в эту ночь спал селесоветой. Ну, неизвестно просто. А вот события-то все воедино. Видишь как? Так надо знать? Надо. А для чего? Для того, чтобы исполнять ночь. Благословен Господь. Считай. 7 января, да? Вы поговорили 7 апреля. 7 апреля зачатие. Зачатие. 7 апреля. Так, с 12 по 14 стихи. Захария, увидев его, смутился и страшно напал на него. Ангел же сказал ему. Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наличешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Толкование. Захария смущается, ибо необычное видение возмущает и святых. Но ангел останавливает возмущение, ибо везде посему узнаются видения божественные и бесовские. Если помысл сначала смутится, но потом, с рассеянным страхом, вскоре совершенно успокоится, то видение поистине от Бога. Если же страх и возмущение боли усиливаются, то видение от бесов. Для чего ангел сказал? Услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына. Ибо Захария молился не о сыне, а о грехах народа. Одни говорят, так как Захария молился о грехах народа, а имел родить сына, взывающего. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанна 1, 29. То ангел прилично говорит ему, услышана молитва твоя об отпущении грехов народа. Ибо ты родишь сына, через которого будет отпущение грехов. Другие же понимают так. Захария, молитва твоя услышана, и Бог простил народу грехи. Потом, как бы он сказал, откуда это видно? Откуда это видно? Ангел говорит, вот я тебе даю знамение. Елисавета родит тебе сына, а из этого-то, что Елисавета родит, ты должен удостовериться и в отпущении грехов народу. А тут была одна фраза впереди. Является Захария, ангел является святым. Только ли? Ангел является и грешником, но священником, карающим. Вспомните Макарейска, сколько раз была Теоха в храме священником. Поражен он был сразу. То есть является. Мало того, ангел является сатанем. И Архангель Михаил спорил сатануя, а те или Моисеевым, читаем мы послание Иуды. Оно, конечно, в большинстве случаев, умерзмарение, откровение, Бог дает святым. Грешники являются, чтобы прекратить их путь. Но мы знаем, ангел встал, а сынца его видит, а Балам не видит. Но вам-то неправильно, он пошел за мздою. А сынца видит, а пророка глаза закрыты и не видит. Он начал ее бить. А сынца проговорила с человеческим голосом. В житях святых было такое, когда птицы, голуби, животные, кони разговаривали с человеческими голосами. То есть это чудо Божие, его не выпрашивает, а он в свое время является. В 15-17 стихи. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и сегера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предыдет пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непоколимым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Толкование. Ангел возвещает, что Иоанн будет велик, но пред Господом, ибо многие называются великими пред людьми, но не таковы пред Богом. Например, лицемер. А Иоанн велик по душе, как и всякий соблазняющийся мал по душе. Ибо ни один великий не соблазняется, но малые и малодушные, как и Господь говорит. Кто соблазнит одного из малых сих? Матфея 18,6. Как родители Иоанна были праведны пред Богом, так и сыны пред Господом. Секеру называется все, что, будучи не из винограда, может произвести опьянение. И вспомнил он был Духа Святого тогда, как был еще в утробе матери. Когда пришла к Елисавете Матерь Господа, то младенец, радуясь пришествию Господа, взыграл. Возвратить сердца отцов детям, то есть обратить евреев к апостолам, ибо иудеи были отцы, а апостолы дети их. Обратил сердца иудеев к апостолам, жирно выделено, учением и свидетельством о Христе. А свидетельствующий о Христе делает и учеников его вполне достоверными. Иоанн не всех обратил, но многих, а Господь просветил всех. Иоанн пришел в Духе Ильи, потому что как в Ильи действовала благодать, так и в Иоанне. И как Илья, предтеча Второго пришествия, так и Иоанн Первого. И в силе Ильи, потому что пришествие обоих, Ильи и Иоанна, имеет одну и ту же силу, именно, приводит ко Христу. И в другом смысле, Иоанн пришел в силе и духе Ильи, потому что Иоанн был пустынник, воздержник и обличитель, как Илья. Возвратил непокоримым иудеям образ мыслей праведников, то есть учения апостолов. Мудрость же апостолов, благодать духа в них, которой они были управляемы. Представить Господу, то есть Христу, народ приготовленный, то есть людей, способных к принятию проповеди. Скажу некоторое подобие. Когда приходил какой-нибудь пророк с проповедью, то не все веровали, но способны, то есть предуготовившие себя к тому. Ибо как если кто-нибудь придет в дом ночью, то не все его принимают, но бодрствующие и ожидающие его, и приготовившиеся к принятию. Так Иоанн приготовил Господу людей, но не непокорных, а способных, то есть предуготовившихся к принятию Христа. Сразу комментарий. Их рафинистические знания мешали толкованию законов Божия тогдашними учителями. Незнатные, неиспорченные тогдашними семинариями рыбаки и мытари с первой встречи приняли в свое сердце Иисуса как пророка и пошли за Ним. После воскресения Христа они, несомненно и безоговорочно, признали в Нем Сына Божия и Бога. Их проповедь была направлена в первую очередь к своим соотечественникам, евреям. Они пробивали все засводы, стоящие на пути к спасению старшего поколения. Выделено учением и свидетельством о Христе. Пробовать о Христе во время и не во время, во всяком месте, многочисленные доказательства из закона пророков и псалтыри, многих из распинателей Христа привели к раскаянию. Деяние 2.3.7 Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья. Петр же сказал, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Тысячи уверовавших были обращены учением и свидетельством о Христе. Трагедия России и Русской Православной Церкви, трагедия монархии заключается не в революции, не в жидомасонах, а в потере веры в евангельского Христа. И ничем невозможно исправить положение в первую очередь в Церкви, как только открытой, неповрежденной евангельской проповедью, когда каждый христианин понесет благую весть окружающему миру. Церковь может стать воистину невестой Христовой только тогда, когда она будет наполнена, опять выделенным, учением и свидетельством о Христе. Этим должны быть наполнены семьи, наши разговоры, богослужения, письма, выступления. Девятьсот лет толкования Блажимого Федерального Комментария никогда не было. Приближенности к сегодняшнему имени, никто как будто бы не испытывал. Мы приехали в Клочки, на нас напали там еще, священник натравил. Один семинарист, семинари учится, это уже не просто так. Я говорю, ты на один вопрос ответишь. Евреи Христа ждали или нет? Ждали, с поколения в поколение. Веси, проводят, сказывали все. Ну пришел к своим и свои не приняли. Почему не приняли? Ни один народ не ожидал пришествия Мессии. Они молились об этом. Каждый ягненок, а их приносились тысячи, каждый голубенок, которому крылья ломали и резали, он говорил о пришествии Духа Святого Христа. Тысячи свидетельств было. Закон Божий. Пришел и не приняли. Весь закон говорил, придет, как отца безгласный будет. Его распнут, повешен будет на древе, привлечет в сердца людей, отцов повратит к детям. Ну считали, считали, пришел, не приняли. Они жили этим, дышали этим, где бы они ни были, ну как там, Мессия не пришел, нет. Кто-то пришел, похожий на него, его приняли. Там египтянин, Иуда, апостол Павла, как говорили, не ты ли тот? Нет. Потом придет Бар-Коба, погибет восстание. Все примут его, начнется война, иудейская война. У него там родные, кибель, помощь будет ложь, обман. Погиб Израиль. Но Христос не такой. Почему его не приняли? Я говорю, семинарную помощь, тебе преподает или нет? Даже поднять вопросы не будет. У него другая программа. Что самое главное в жизни человека? Спасти душу. Если душу не спасешь, и все остальное, то какое значение имеет? Ну ты грамотный, ну ты был президент, нет ничего, все на той стороне. С чем перед Богом-то пристали? Видимо и временно, невидимо и вечное. Невидимая это молитва, пост, милостыня, милосердие, жить по совести. Ничего этого не было. Пришел к своим, свои не приняли. Ведь они считались самыми лучшими во всем мире. Тогда это и так понятно, мне закон Божий был. Самое-самое хорошее. Еврейский народ. А Господь говорит, и пришел я к погибшему вовцу в Израилье. Овечки, ну все дохлые лежат. Протравленные, мертвые. Серпицы никакой нету. Скотомогиль нет. К погибшим. К погибшим. Не к болящим. К погибшим. Ты молей, прочитай, говорю, здесь. И скажи, а что положение сегодняшней церкви лучше? Уже в священник как начнешь говорить, это про преподавали, это знали. Говоришь о сути, не знаю, не преподавали. Пришел к своим, его не приняли. Они описывали, какой он будет, как он приедет, как он поднимет вас с Алией. А ученики-то слышали, говорит, Господи, а не в это ли время ты восстановляешь старство Израильево? То есть они ждали обновления страны, перестройки. Римская владыча будет свергнута. Или как-то договорятся, войска выведутся из Афганистана или из Германии. Ну, то, что потом. Примерная история такая же была. Оказалось, все не так. Он поразит всех врагов. Считали, как Давыд. По нам услуга обо мне повинуется, мне, как грязь уменьшую я попирал. Враги, как солома в вихре Петра бурят. И вдруг ничего этого нет. Его берут, бьют, полоней, надевают терровый венец, бьют по колючкам. Ужас такой. А мы думали, что он тот. Ученики-то поняли, что ошибка. И затем пошли. А мы думали, а он пророк был. Не Мессия, пророк, а один из пророков. Христос видел это их внутрь. И говорит, за кого вы меня посчитаете? Они за Илью, за Илью, молчат. И Петр сказал, сам не знает, что сказал. Господь говорит, это Духа. Вам никогда бы до этого не додуматься. Ты Сын Бога Живого. Ты Христос. Ты помазанник. Он сказал и сделал все сам, немного погодя, сатаной. Отойди от меня, сатана, Петр сказал, как Христос сказал. Как просто все. Петр, везде первый. И вдруг, сатана. Так и прилипло к нему. Легко ли им это было? Господи, да какой я сатана? Я все бросил, пошел за тобой. Отойди, сатана. Ты думаешь о том, что человеческое, не хулиганское, не коррупционное, а человеческое. То, что он говорит, мне не чуждо, ничто человеческое. Да и что он сказал плохого? Сказал, Господи, да не бойся бы этого. Пожалел Христа, чтобы не распинали. Он, что, плохого разве хотел-то? Ну, мы разве бы не сказали? Человек едет, и тебя обязательно арестуют. Ну, мне говорили, не ездите, не ездите. Один написал, бывший уполномоченный по грозным культу. Ладно, вам все равно, вы на это нарваете, с вами охота мучеником быть, но этих-то за собой тащите. Зачем? Битя там, Николай. Зачем? Я говорю, Богу, если угодно, Он сделает, как ему надо. Все вернулись. Я сейчас как вспомню, как в Швеции поломались, у меня сейчас тоже не бывает ночью. Никому не нужно, одни, заброшенные, никто не потащит, это не рядом с подстегной. Нас на границе никто не потащит. И вытащили, и переплыли вытащенные, когда Бог с тобой и врагов определяет. И вот эта ситуация здесь была. В отбой подошли. А ты знаешь, почему не приняли? Потому что его нарисовали не таким. Совершенно не таким. Сейчас говорят, ну, где-то, ловят кого-то, там сбежал, что-то, и несет фотографию милиции на руках. Тогда этого не было. Писали, тут у него бородавка, тут у него план бедной. Ну, видно, что было. Катришка у нас, который, это, кто он там был, отрядок. Его искали-то. И тогда фотографии не было. И писали, какого роста он замеренный. И стали говорить, а они говорят, это на тебя так похоже, он как скидану лак мою удрал. Это Пушкин написывает. А сегодня фотография. Делать пластичную операцию, ты ее не узнаешь. Он может под женщину переделаться. Они рисовали Христа абсолютно не таким. Ты пришел откуда? Мы знаем, что родится Лефриеме, а этого мы не знаем откуда. Я зато, он говорит, запутались, то знаем, то не знаем. Они постоянно меняли свои взгляды. Чего не хватало их? Я душу положил. Ты? Кто ты такой? Они со всех сторон. Представляете, книжники, как юрсалимцы, как академиста, хвостиковых, там всех собрали. Скажи, ты ли тот, которого нам ожидать? Он говорит, что видите, то скажите. Мертвые воскресают, нищие благовествуют. Идите, скажите, Иоанна, истованы, Иоанна не знает, креститель хрестил и не знает, ты ли тот, или нам другого ожидать? Уже все. Уже Христос пришел, уже остались дни считанные, и все еще не знают. Что значит правильно показать? Сегодня я верю. Моя церковь правильная, моя неправильная. Сколько всего? А ты человеку скажи, без креста все пустое. Никакое причащиство не поможет. Человек, который живет неправильно, причащается, спасется или нет? Многие больные, мама умирает. Считал? А бывает так, его взяли, и он не причащался, не крещеный. Его казнили, спасен, спасен. А он даже не крещеный. Разбойник не крестил. Как это так? Обстоятельства. Он бы крестился, он бы причащился, если бы жизнь его продлилась. Ни в причастии, ни в батюшке, ни в еписках, ни во Христе. Все знают. Христа не знают. Со Христом в церкви добавил. Так. А там как раз 25 уже почти минут. Все, пока.